говно это любая негативная эмоция любая негативная эмоция зависть злость ненависть агрессия то есть допустим есть человек вот очень многие там сейчас мне сейчас стали писать у меня магия у меня порча у меня сущности тогда вытащите мне первый вопрос как ты определил то есть что у тебя кто-то там еще живет во-вторых кто тебе сказал ну если ты не сам придумал то тебе сказал в третьих если тебе тот то сказал почему не вытащил тогда зачем ты думать до меня тогда идешь если он сказал и не вытащил на хрена ты тогда ему поверил что есть да то есть есть аура у человека это уже ни у кого не секретным для кого и допустим у человека говняная аура да вот такая он там негативно он минусовой весь и какой-то допустим другой человек какой-то тоже не сильно хороший тоже с минусовой аурой он допустим желает тебе там чего-то там негативного там делает какие-то ритуалы там просто пожелал эмоционально и он тебе сюда это все говнище отправляет и вот эта вся фигня липнет говно на говно начинает прилипать просто суда он пробивает тебя ауру потом пробивает это где заходит в твое тело начинает на тебя влиять иногда можно зайти в сознание прям тоже повлиять и все то есть но если человек сам позитивный его вот допустим плюсовой то она просто он закроется она в разных частотах вообще в принципе и тогда не произойдет вот этого резонанса потому что здесь происходит в этот резонанс там же сейчас все же чисто там чистота там 400 там какая-то еще какая-то вот допустим чистота 20 вот здесь частота 20 вот тут они резонируют в чистоте 20 все и он через вот это тебе в ауру заходит но если аура плюсовая у тебя любовь и радость допустим то они вообще в разных плоскостях находятся то есть не то что там близко в общем в разных это это как вот вот здесь допустим там был любовь там радость там сколько там герцам 800 700 чего там и вот это вот ваши 20 вот это говно вот это вот тут они не встретятся никогда но если ты свои вибрации занизил вот сюда вода сюда тут тебя трахают все тут твоя жопа уже на кругу стоит она не все поэтому говорят же что беда по одной не приходит вот она же то есть как только ты что-то допустил я все сразу тайме поэтому очень важно основная защита от там всяких там фиговен это вот любовь и радость это порча сглаз кто-то там еще вот этот магия вся вот она вся любовь и радость если ты то на тебя хоть камаз этого говна вылить она не прилипнет даже поэтому очень важно чтобы человек был плюсовой но людям дают там эти частоты там еще что-то дают они в говне все и у них начинается смотрите даже у вас у кого-то это начнется тоже начинает с траблы когда мы называем это колбасить начинает тошнота понос рвота потому что началось тебя вытаскивает в плюс и у тебя тело не выносит уже эту энергию тебя начинает все вырвать по на поносите тогда головные боли у кого-то стать не может с работы уволилась еще как это херня и вот и все просто сыпется в этот момент отойди подкури вторую сигарету и наблюдать что за херня своей жизни происходит потому что все что было на вранье и все что в минусе она все развалится и уйдет все что хорошее останется ты его потом будешь дальше нести приумножать понятно поэтому космоэнергетика она такая вот любая чистота там сейчас тетахилин как с барс еще что-то вот ты все равно все частоты они проходят сквозь призму тебя если ты в говне с тебя просто усилен ну как бы ну вместо одной там сверы 20 будет выдавать в идеале да но с другой стороны да пусть колбасится ну как бы но кто-то начинает же чернить потом поэтому поэтому и я вообще всегда этом даю так там сначала письма прощения потом вот это этот по работе потом может быть там их и поэтому когда я говорю там вот и хотя я хочу как вы научиться в ученики когда я сейчас не беру я сейчас по умнее стало раньше этом вот брал пачками этот сейчас я нет уже не хочу у меня есть ученики которые уже определенных успехов достигли но сейчас я все равно сделаю определенные как бы эти этапы развития человека и потом только может быть чем-то об этом поговорим что невозможно но зачем мне я уже из поворота вышел чтобы так ну делать опрометчивые поступки поэтому можно на примере сегодня вышла очень хорошим настроением шла погулялась и на работе начали раздражать можно сказать конечно я уже по телефону заметила что я начала расстраиваться и повышать там голос и сказала что я уже на пике если еще чуть-чуть когда засадите говорю я за себя как бы не отвечаю и вроде потом настроение улучшилось но так же не всегда у меня например бывает иногда прям я сглюсь я могу ругаться и на манты посылать вот тот момент как заранее себя уже контролировать или же самое простое упражнение это 15 5 10 минут танцев с утра у тебя все это протряхивается лимфа чистится настроение повышается и чтобы в тебя не кидали тебе все равно будет понимаешь но если ты приходишь вот в таком состоянии тебе начинает человек выговаривать там негатив какой-то его задача это же вампиризм называют но энергетический вампиризм качал пришел минусовой он берет свое раздражение вот это все накручивает и вываливает на тебя вот сюда ты при нем вот цель его какая ты принимаешь этот его говняную энергию накручиваешь своего говна сюда две тележки и сливаешь вот сюда ему теперь этот человек что делать он такой он же выдал тебе одну единицу энергии забрал 20 в ответ на теперь что и он что делал он берет и закрывается и он пошел делать свои дела закрылся ты такая осталась обесточенная без настроения и в говне а он в хорошем настроении приподнительный с энергией вот нет то он же добровольно ты его заставлял и все и он схавал и миштяк агрессор всегда он потом в плюсе нас тут так смысл в негативе в плюсе у тебя энергии нету да это ты вот в голове вертишь какой мудак ты еще вот эту энергию мы еще переслаешь на туда в гонку понимаешь и все то есть в твоем негативе вообще никакой выгоды нету технически нету на этом лицензию не надо же да смотрите и вам анекдот расскажу приходит мужик в магазин покупает шарик уходит через на следующий приходит заберите ваш шарик верните деньги продавщица забирает шарик возвращает деньги и она спрашивает что шариком не то не радует его вот эти танцы это вот не радует то есть ты же сама можешь танцевать сама радоваться тут и запрещает никто чтобы у тебя в жизни не случилось ты можешь потанцевать пять минут всегда один у меня есть марафон он сейчас появится чуть позже еще в этот он мы делаем как этот рестарт делаем его там есть упражнение каждое утро танцевать пять минут там 10 минут каждое утро жизнь меняется просто на этом даже что сложного пять минут попрыгать ты же вот этими танцами ты задаешь заряд бодрости энергии на весь день сказать вам что я танцую поэтому я такой позитивный нифига я не танцую прошлом день но если вы хотите что-то жизни поменять начните танцевать с утра меня пока устраивает поэтому я не танцую но если тебя не устраивает ну как бы танцуй тело это же тело она ну как бы ты через него это самый близкий инструмент который у тебя есть и через тело танцуют и можешь это все выбивать пунктик пандемия была я назвал это бегемотики тогда я танцевал каждое утро и делал зарядку по по часу по моему вот в прямом эфире со мной люди худели на 6 на 5 килограмм за за месяц но мы же все в депресснике тогда сидели и яны честно говоря избавляясь от своей депрессии просто каждое утро танцевал это ну вот прыгал на камеру из кроссфита взял 7 упражнений и каждый день просто фигачил как сумасшедший все думали что и ебнулся половина а половина за мной повторяли прыгали когда у тебя все плохо танцуй если не умеешь танцевать по часовой стрелке просто крутись на месте пять минут ну и все любую энергичную музыку позитивно не надо там какой-то рок-н-ролл там очень но хотя и можно тоже рок-н-ролл чу нет то есть любой любой танец который тебе поднимает настроение теперь говна вот этого тележку что с ним делать она же создается даже как фабрика сука как этот производишь это все фигню люди гавы когда людям говоришь надо читать аффирмации знаете чё люди это же долго но ты 40 лет для гав каждый день этим занимаешься просто у тебя аффирмации говно аффирмации этот вот этот пидорас то на высоты как на меня посмотрел начальник орет а это дура а это же не останавливается фигня чем это не аффирмация аффирмация просто говняная среднем занимаешься каждый день да ну ты же можешь поменять вот эту минусовую аффирмацию на плюсовую там аж рот сводит судорогой ты не можешь произнести знаете да ты лишь я любишь и углубить вот так рот сводит люди не могут все что не соответствует тебе внутри у тебя тело будет выдавать какой-то трамбл то рука дергаться начнет то лицо немеет то те очень парализует бывает вот особенно у женщин вот это сказать я это вообще это где-то процентов у 70 вот они в анабиоз впадаются я же не такая одна сказала падшая женщина его ёб твою мать блять ты конченная что ты несешь просто прими уже да потому что когда у тебя вот у тебя есть четко убеждение я вот не такой если ты будешь это утверждать у тебя будут какую-то вот что-то происходить с телом как только ты это примешь у тебя все напряжение выйдет потому что на то что ты не блять ты тратишь огромное количество энергии чтобы это доказать да ты тратишь на имиджевый маркетинг ты тратишь на на этот как этот назову партизанский маркетинг это всем говоришь там я не такая да то есть ты в открытую начинаешь это транслировать если тебе сказать да блять ты и ты начнешь доказывать что-то не такая так тратишь огромное количество энергии на того чтобы доказать обратно вот еще одна непринятая неосознанная вот и как то и смотрите 127 качества каждого человека и 127 качества плюс минус у всех 57 их они асу двадцать одно 121 качество это американцы считали это но но позади как они сделали 57 это плюс и 132 чудо здесь осталось вот все два да почему же все 4721 57 34 до 64 это минус вот эти это плюс все сделан не в том что больше не больше но мы когда друг с другом встречаемся мы начинаем выпендриваться вот этим 57 57 это я не за это метафорично очень но это количество граней у бриллианта который классическая гранка вот это вот это есть у бриллиантами увлекается у варианта 54 50 57 грани и мы достаем каждый вот этот свой бриллиант и друг перед другом начинает сверкать при этом вот эти 64 качества мы как бы этот мы их прячем я не такая говорит она вот и каждый кто тебе скажет да ты же такая ты начнешь доказывать что ты не такая и ты тратишь на это огромное количество энергии помните веники были когда еще пылесосов не было и мама говорила убираться и мы в этот мусор почему так делали и запад ковер и потом мама в руку убралась убралась этот ковер поднимает это что такое заново помните вот эти 64 качество это те качества которые у вас под ковром это то что не принято и чем больше качество у тебя не принято тем легче тобой манипулировать любой нлпер любой там я не знаю коуч вот любой тут психолог он тебя просто трахнет вот на льна хотя бы на одном непринятом качестве продажник он тебя просто поймите все купишь лишь бы доказать что-то не то есть как только ты в себе что-то не принял и человек это узнал мало того если ты сама это еще транслируешь ты ключи от своей от своей от своего дома отдалай ему джоба хотел сказать да а вот ключи гайдат такой вот поэтому очень триггерная вещь это еще имя человека но это в это в продажах все знают поэтому спрашивают имя с холл-центр как вас зовут там или когда приходят у тебя что-то продать всегда спрашивают имя и потом за это имя ты же там я не знаю там айнура а вот это айнура подай пожалуйста айнура сходи туда и все и человек он не может отказать понимаете но что делать это вы это очень легкое упражнение на смысле она вообще почему они бесплатные она короче берешь и выписываешь все качества которые ты себе не принимаешь плюс тело там у тебя выйдет на месте допустим 150 их и всем рекомендую там за бледей вот с этого и начните потому что наше воспитание на такое но как бы которая отрицает вообще секс и поэтому вот и ты начинаешь я имя и начинаешь говорить блять шалава проститута и по списку пошла уши большие жопа маленькая сиськи большие или маленькие короче ты начинаешь это все просто выписываешь все качества которые ты себе не принимаешь сначала характера потом и потом уже внешний можешь и это ты начинаешь все прописываешь потом ты берешь этот листок встаешь там перед зеркалем начинаешь говорить я там такая то и пошел там та 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 и вот у тебя будут и будешь чувствовать на каком тебя колбасе тебя прям вот покачивать будут кого-то там сознание люди теряют от этого отличницы особенно когда ты доходишь до последнего ты я люблю себя такой такой не таким и ты это читаешь до до тех пор пока тебе не станет сначала тебе будет грустно потом смешно в какой-то моменте сайт все равно еще будет момент когда тебе будет просто весело он такая такая ничего страшного потому что блять не блять тоже еще надо определить на то есть с одним трахалась ты уже блять или с двумя надо а если кто 20 у кого кто сказал сколько должен должен быть партнера чтобы на был на лбу вот эта надпись появилась только твое внутреннее мир ощущение все алинка себе запишем алинка как легко и быстро бросить курить книжка курение алкоголизм наркомания еще что-то это к суицидальные эти подсознательные этим намерение такое и поэтому очень важно чтобы ну во первых жить захотеть во вторых уровень счастья повысить и тогда в общем вот эти все опада как только уровень части занижается начинаешь пить курить больше там вот но в общем вот это всего очень важно научиться жить так чтобы было весело легко и радостно то есть если у тебя так не получается значит у тебя все равно есть лист того что ты начнешь пить курить или там чего-то это делать а я с любовью пью до двое детей еще я все под шефы алкоголь алкоголь это же такое знаете я не говорю что с основу вообще с точки зрения медицины и физиологии нет никакой дозы которая была бы благотворна для человека для организма не вот ни грамма не вообще нисколько нельзя но иногда людям нужно там кому-то заземлиться нужно кому-то нужно но это не так не так прям пол ведра выпила и там заземлилась валяешься это бокал вина бы раз там в три месяца это кружка пива может быть раз там в полгода до то есть смысла больше нет и как только ты начинаешь пить там кружку пива хотя бы четыре раза в месяц это все у тебя что-то не то с тобой просто уже начинает присматриваться что тебе в твоей жизни не устраивает и скорее всего ты понимаешь что тебя не устраивает ты просто начинаешь это игнорировать потому что у тебя высокая энергия тебе чуть тебе не пожрать вот на домашних перестанешь реагировать письма прощения на домашних перестанешь реагировать как только у тебя появляется высокая энергия на тебя все нападают это нормально все энергопрактики знают как только ты получил посвящение там в частоты и лечу куда-то тебя начинают все потихоньку на этот все хотеть начинают и они начинаете хавать твою энергию а твоя задача устоять вот в этом если у тебя в плюсе не получается устоять тебе ты просто начинаешь этот плюс перерабатывать в негативе и сливать вот сюда и у тебя поел он же запомнил он знает что тебя энергии до хера и он завтра придет еще кончится еще придет будет есть пока не хочется а ты будешь на аффирмациях сидеть каждый день там поднимать тебе энергию а у тебя будет жрать просто и все же элементарные такая но смысле основная защита можно хоть чем защищаться основная защита вот она любовь радость благодарность еще вот благодарность по моему даже чуть повышать чистота выше чем у любви поэтому очень важно вот этот вот каждый день благодарить это но вот правда вот отсюда вот любовь благодарность радость вот вы можете кстати это тоже проговаривать просто у некрасова есть любовь благодарность радость счастье что-то там не туда ходить и у тебя будет все ништяк правда но это не сразу не ты вот там любовь было три раз сказалось все изменилось не так там надо года два ходить потому что чтоб из тонкого вывалилась толстая это нужно чуть подождать на это же это это знаете это женщины же то хотя там я ему видала там да там даже не вспотела сама и хочет чтобы айфон вывалился с другой стороны он же вываливается там на седьмой раз или там не он не сразу же не с первого раза же вываливается а здесь ты вообще ничего не делаешь ты просто говоришь это чего-два там надо поднапречься слегка поэтому вампиров вот так можно еще вам давать не давать очень энергичный а это вампир потом может поменяться остать кому вампиру плохо чем плохо он тебе жрет тебе плохо будет нет нет вот эти всем кому плохо ты ходишь вокруг него блять ему плохо помогаешь думаешь он сдохнет завтра а у тупо брешь ты раньше него еще он же на твоей энергии живет вы с мошенниками когда из карты играли они твоими деньгами против тебя играют ты никогда их не выиграешь тоже энергетические вампиры они твоей энергии играет против тебя наслаждайся единственное что вампира плохо да у него есть халявная энергия казалось бы да там все вот он научился манипулировать там кем-то то вокруг дергает такие статьи вот хорошо чем плохого просто всем хреново вокруг тебя им с тобой никто не хочет общаться вот вот все валят то смог тут свалил они где-то вот да это вот особенно в преклонном возрасте люди они такими становятся когда жизнь становится неинтересно почему виделись есть такие вот там старичи или там женщины они такие энергичные очень там 70 лет они такие что-то еще изучают ходят куда-то бегают это позитивная фигня но как только он закрылся дома и сел он еще отжирать детей внуков правнуков докуда дотянется он сожрет всех поэтому почему потому что еще отчасти такие люди боятся смерти они еще долго жить будут носу они будут со всех жрать и как бы долго не будут умирать они поэтому очень важно чтобы человек был в радости радостный человек чуть-чуть негатива дашь он сразу умирает поэтому смерть быстрее чаще всего но я предполагаю пока это не аксиома с ними бороться не надо нам нужно свои вибрации поднять ты вы не можете смотрите очень плохая идея изменить человека вот вы же я же читаю комментарии иногда но смысле в этот у меня мама вампир у меня муж вампир что мне делать как мне его изменить это сразу неверный вопрос ты не можешь изменить его ты можешь изменить сам как только ты в позитивной энергии он тебе говна кидает вот допустим ах ты тупая тварь конченая бля-бля-бля-бля-бля у тебя да ты говоришь я люблю себя такой и тебе тоже хорошего дня что происходит челку шах херевает что происходит он К любви он не привык К позитивным вибрациям он не привык Ему твоя энергия не сдалась И он говорит, все, ладно Он больше не приходит От мамы как избавиться От кого тяжело Когда мама-дочка Вот эти связки Мама-сын бывает связка Давайте перерисуем ее Пусть будет мама Мама делает это не для того, чтобы Тебе было плохо Она искренне думает, что она Из добрых побуждений Она хочет просто тебя Оберегать Она хочет уберечь От мудаков твоих мужиков От начальника козла От шлюх подруг Вот, видишь? Она оберегает Привет Привет И что она говорит тебе? Давайте сюда тоже женщину нарисуем А то у нас сосиски какой-то Самин получился Ну, делаем И вот, допустим, мы Вот, давай тебя нарисуем Вот так Здесь мама А здесь доча И она хочет тебя И она хочет тебя Оберегать Всячески Мало того Ты можешь быть еще замужем И она будет лезть туда Что он тебе сказал А ты что? Дети как? Простудится Оденься Разденься Там еще что-то Такие женщины Еще некоторые Идут в постель Еще глубже даже Они пойдут Зовут дядь И учат дочку трахать Как надо То есть До маразма Иногда Доходит Иногда В общем, ладно О плохом не будем В общем Пусть она будет нормальная Ну, в смысле И когда Она хочет тебя оберегать Это же ее беспокойство Внутреннее То есть У тебя может быть Все хорошо Сейчас Но у нее Беспокойство о тебе У нее беспокойство о тебе Только из-за того Что ей неинтересна Своя жизнь Ей неинтересна Своя жизнь Она думает Что же ты там делаешь И она начинает Спрашивать тебя Она начинает Как муж А что он тебе сказал А ты скажи Нас так не устраивает Нас, блядь, это кого Причем тут вообще ты Муж, это же твой Причем тут мать Кого нас не устраивает Это, да Это первый вопрос Который задает зять Причем тут Ну, как бы Теща Когда у меня Ну, как бы Свои тут отношения Ей своя жизнь Неинтересна Она живет Жизнь твою Когда ты начинаешь Идешь потом К мужу Здесь мужа нарисуем Идешь к мужу И говоришь А моя мама Сказала, блядь Нас так не устраивает Вот сюда Ты не похоронила Эту идею Вот здесь Ты ее еще мало Вот сюда транслируешь Ему В голову Все С этого момента Ты живешь И смотришь на мужа Глазами мамы Понима? Таким образом Ты живешь Жизнь мамы Мама живет Твою жизнь В оконцовке Получается Два человека Которые не живут Свою жизнь Вот в этой связке Никто ни за кого Не отвечает Мама не понимала Как жить Со своим мужем Также она не понимает Как здесь жить Но, сука Тут все будет Давать советы Разведись Пошли его нахер Что это за мужик? Ты повернись Твой мужик Где вообще? Он живой еще или нет? Если она похоронила Его уже Ну нехуй давать советы Пусть поживет Подольше Вот этот Вот я части Вот Жириновского Это, да Он же прав Очень много женщин Которые закопали Своих мужей На лет 20 раньше Чем они должны были уйти При этом Это при условии Патриархата Да, когда там Абьюз идет Когда там Мужчина там Такого Вот То есть И все равно Мы проигрываем Вот Поэтому Очень важно Что сделать Теперь смотрите Что сделать так Чтобы она больше сюда Ну как бы Не впускать ее В то пространство Где ее не должно быть Она тебе говорит Что он тебе сказал Ты говоришь Твоя задача Ты говоришь Мама У меня все хорошо Вот она тебе сюда Говорит Как муж Это же часто Ну Самое часто Создаваем вопрос Ты говоришь Мама У нас все хорошо У тебя как И отсюда Ты начинаешь играть Айкидо То есть Она тебе Как муж Ты говоришь У нас все хорошо У тебя как Она тебе опять В постели как Ты говоришь У нас отлично У тебя как И как только Ты научишься Вот это Отправлять Вопросы Туда-обратно Ей станет Неинтересно Потому что Ей своя жизнь Неинтересна Не потому что Неинтересно Что у тебя происходит Ей неинтересно Своё И как только Ты начнешь Фокус смещать На нее Туда-обратно Этот человек В какой-то момент Осознает Что нужно Строить Собственную жизнь И начнет Задавать себе Правильные вопросы Сама Но в какой-то момент Она тебе скажет Ты бля Изменилась Вообще Ты что-то Мне не очень Та дочка Какая-то Говняная Ты у меня Я тебя Ростила Ростила А ты Сучка Да Понимаешь Вот И потому что Ей будет казаться Что ты ее Не любишь Это только С мамой Это хоть с кем Но чаще Это просто Такой Болевой Вопрос Который И вот Эта вот Карусель Она будет Срабатывать На нее До тех пор Пока она Не начнет Работать Жить С себя Либо Она найдет Кого В вампире Другого Если там Другой ребенок Еще у нее есть Она попробует Там укусить Если там Ее тоже Пошлют Таким же образом Ей придется Свою жизнь Как-то выстраивать Но если Ну здесь же Задача Лишь бы От тебя Отвалила Ну в смысле Переключиться На братишку Или там На сестренку Там будет Жизнь порть Пока тот Не поймет Сын В основном В основном Ваши женщины Еще по связи Сравнительно С нашего Ну хэзэ Я не знаю Сейчас Подождите Я вам Сейчас я вам Это что Это какой-то Другой маркер был Да Так Вот этот Не отсюда Не с доски Точно Это Кока-кола Теперь Оттиратель Чем Такое Страшное Еще Что за Зелен А Я вообще Не видел Нет Она сегодня Не сотрет Мое художество Доча Не стирается Доча Давайте тогда Вокруг нее Танцевать Есть Мужика Найфун А Я придумал Можно же Вот так Сотереть Сейчас Я Я иногда Умный Кажется Сейчас 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 Классно Подожди Еще Давай Спасибо Классно Выкрутились По поводу У нас Если честно Я не знаю Там сильнее Не сильнее Я работал Смотрел Сравнивал Киргизию С Казахстаном У нас Очень все Близко Единственное У вас Вот эти Семейные Связи Они сильно Как-то Тяжелее Рвутся Чем у Казахов Вот Эту Сына Оторвать От мамы У вас Это Очень Сложно Вы Пол Америки Уже Киргизов Все Откупаются Сюда Еще Своих Родственников Скидывают Деньги И Поэтому У нас Тоже Сильно Но У нас Отрывается Иногда У вас Очень Тяжелее В этом Плане Поэтому К мамам Да Вот Поэтому Еще Хуже Не хуже Короче Смотрите Вот Вот Эта Вот Связь Мамы С сыном Это Из-за Чудовищного Эгоизма Матери Она Не смогла Наладить Отношения С отцом Или там Живет Всегда Когда такая Связь Там Счастья В семье Уже Давно Нету Если Мать Гиперопекает Сына То Она Уже Лет Десять Точно Несчастлива Со Своим Мужем Если Он Еще Живой Или Они Не Развелись Или Как-то Это Почему Так Происходит Потому Что Она С мужем Не выставила Отношения И Нужные Отношения Она Выставила С сыном И Поэтому Она Его Не Отпускает И Когда Ты Сучка Приходишь В ее Дом И Забираешь Внимание Сына На себя Она Конечно Против Тебя Ты Кто Такая Ты Вчера Пришла Вообще Ты Не Родственница Нам Понимаешь И Поэтому Вырвать Оттуда Задача Очень Непосильная Практически Непосильная Это Надо Чтобы Человек Побило Немного То есть Там Но Некоторые Пять раз Женятся И тут Толку Нету Не Доходит Ни до Него Ни до Ни И Такие Браки Не знаю Многие Там Кидываются В социальных Сетях Типа Ты Там Это Мой Сын А Что Это Он Обязан А Я Что Буду Делать А Родители Надо Беречь Правда Ты Береги Но Пока Ты С мамой Ты Пока От нее Сиськи Не Оторвался Ты Никогда Не Повзрослеешь То есть Когда Она Уже Будет В преклонном Возрасте А ты Нигде Способна Это Жгоня Вообще Поэтому Сейчас Очень Часто Женщина Зарабатывает Больше Чем Мужчина Потому Что Она Уже Психологически Зрелая А Он Еще Ждет Там Маны Небесной Ему Кажется Что 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 Сейчас Произойдет Ему Деньги Дадут Никто Блядь Не Даст А Женщина Она Женщина Не может выйти С подводной Лодки У нее Трое Детей Они Все Хотят Есть Она Не Может Сказать Вы Характером Не Сошлись Давай Иди Домой Все Куда Она Его Выгонит И Поэтому Она Начинает Но Как Бу Совершать Поступки С мамой И Это Плохо Для Него Ну А Для Ни В Принципе Ее Задача Не Сделать Та же Как Сделала Свекровка Все Отпустить Своих Детей Детей Отпускать Очень больно И сложно Я Сам Вот Первый Раз Отпустил Вообще Чуть Не Умер На У меня Было Ощение Какого У меня Инфаркт Еле Вообще Вот Год Мне Было Очень Сложно Сейчас Второй Год В Принципе Пойдет Уже Сейчас Уже Созванив Раз В Неделю Может Быть Она Пишет Сама Уже Папа Ты Чего Не Отвечаешь Игнорируешь Потому Что Все Изменилось Все Изменилось Вот Поэтому Незрелость Приводит К Проблемам Игромании Алкоголизм Наркомания Это Все Туда Уходит Это Вот Эти У нас Называют Их Ярке На Младше Обычно Он болел В детстве Там Машина Сбила Там Еще Какая-нибудь Херня И она Вцепилась И вот Все Она Не может Его Отпустить Ярке Вот эти Ярке Они Чаще Всего В 45 В 50 Лет Не Нашли Себя Три Раза Женаты Несколько Детей Три Дома Проиграл Машину 20 Раз Раз Разбил Короче Ну Вот Эти Старшие Которые Всем Должен Они Умирают 45 50 Лет Ром Сорвался Там Еще Какая Херня Потому Что Они Содержат Всех Пятерых После Него Кто Они Еще Племянников Начинают Рожать Этот Еще Младший Еще Машину Разбил Ему Еще Надо Платить Я Консультировал Мужика Он В аренде Живет Трем Сестрам Купил По Квартире Родителям Строил Дом Сам В аренде Сиде Сам Открою Да И Жена Его Прилагает Объясните Ему Я Объясню У него Снаряд В голове Поэтому Психологическая Зрелость Это то К чему Нужно Прийти Но В наших Культурах Это Очень Сильно Пугает Что Человек Становится Независимым И Он Как будто Не причастен К родовым Каким-то Вещам Он От Традиции Он Отрывается И Люди Начинают Прям Сильно Переживать На самом Деле Его Нужно Просто Отпустить Пусть Потом Придет Нормальным И Выясняется Потом Что В принципе Наверное Каждый Человек Все равно Ответственный За свою Жизнь Каждый И От того Что Подумают О тебе Родственники Или Друзья Или Коллеги Или Кто-то Соседи Мало Твоей Часть От этого Зависит Если Ты будешь Оглядываться На всех Ты будешь Дико Несвободный Человек И Сегодня Потихоньку Я не знаю Ваши Еще Статистики У меня Еще Не Наработалось Но Уже Уже Даже В Чемкенте Количество Разводов Увеличилось Раз В пять Наверное По моим Каким-то Внутренним Личным Ощущениям Женщины Вдруг Проснулись И сказали А что А после Бешимбаева Жи Они Вдруг А что И сказали Что Нас бить Нельзя Дошло Зачем Чтобы Кто-то Умер Чтобы До тебя Дошло В смысле Потому Что Некоторым Кажется Что Это Нормально Ничего Блядь В этом Нормального Нету И Поэтому Люди Начинают У нас Сейчас Это Сдвинулось У вас Я так Понимаю Примерно В одном Информационном Пространстве Тоже По идее Должно Сдвинуться Потому Что И ценности Одинаковые И Ментальность Плюс Минус Одинаковая Поэтому Мужикам Вот Придется Взрослеть Если Женщины Вы С детьми Понимаете То есть Если Вы Будете Искать Зрелого Мужика То Незрелый Он Ну Как Б Ему Придется Зреть Чтобы Вам Чтобы Ему Дали Хотя Б Иногда Чего Ты Паспорт Зрелости Покажи Иначе У нас Ничего С тобой Не Получится Вот Поэтому Зрелость Психологическая Она Возникает Всегда Тогда Когда Бывает Происходит Инициация Инициация Мужская Женская Это я Знаете До этого Вообще Не думал Про эту Инициацию Не так Часто Пока Я не Начал Работать С богатыми Семьями В Казахстане Я Золотая Молодежь Стала Попадаться И Они Очень Многие Не Прошли Мужскую Инициацию По 40 лет Они Как дети У них Мышление Еще Детское И Когда Начинаешь С ними Прорабатывать У них Выходит То Что Должно Выходить В 30 лет А ему Допустим 45 Или Он В детской Позиции Может 15-летнего Мальчика Застрять Когда Ему 40 То Когда У Тебе Нет Денег Так Или Иначе Тебя Кто Инициирует В смысле Тебя Просто Жизнь Нагнет Тебе Придется Что Делать Но У них Потому Что Есть Всегда Деньги Их Наткнуть Очень Сложно И Они Живут В Иллюзорном Слегком Мере И Они Сильно Неадекватны Мужчина Который Не Прошел Инициацию Мужскую Он Неадекватный Своих Суждениях Ну И Женщина То Самое Если Честно И Состояние Принцессы Тоже Надо Раньше Выходить Мне В 40 Лет Не Вышли Они Лежат На Спине То Инициация У мужчины И Женщины Она Выходит По Разному Но Мужчина Мужчину Который Прошел Инициацию Его Видно И Девчонки Вы Все Чувствуете Всегда Какой Тебе Пример Куда Выходить Это Мужчине Надо Тебе Куда У тебя Трудите Куда Тебе Инициацию Еще Это В армию Надо Отправить Это Мы Даже Такую Фразу Придумали Бизнес Инициация То Если Ты Хочешь Чтобы У тебя Был Ребенок Предприниматель Он Должен Пройти Свой Стартап Два Раза Попасть Или Шесть Раз Проиграть Встать Опять Заново Начать Вот Это Ну Не Соревнования Это Опыт Ты Проиграл Стал Проиграл Стал Выиграл Пошел Дальше Вот Это Ты Должен Почему В Предпринимателей Никто Не Идет Потому Что Там Постоянно Бьют По Голове Ты Постоянно Что-то Случается Особенно В наших Странах Часто Слишком То Инфляция То Дефолт Что Херню Придумают И Предприниматель Постоянно Он На Вот Этих Качелях Он Поэтому Вот Бизнес Инициация Инициация В целом Мужская У тебя Должна Произойти У многих Происходило Раньше В армии Да Правда Сейчас Я не знаю Что там С ними Делают Проходит Это Или Нет Не знаю Кого Кого Жизнь Пинает Он Там Сам Знаете В наше Время Мне кажется Сам Квартиру Заработал Уже Инициировался Если У тебя 40 лет Квартир Нет Наверное Вряд Наверное Ничего Не Произошло Девочкам Девочкам Должна Своя То есть Если Ты В состоянии Принцессы Будешь Когда Тебе 40 Тебя Точно Бросит Мужик Уже Такая Уже Не Персик Еще Не Принцесса Дочек В университет Отправить Пусть Учится Там Ну Да Если Есть Возможность Да И Вот У меня Дочка Она Гот Ревела Просто Да То есть Там Папа Что Делает У нас Таракан Ванны Я Возьми Тапок Вот Просто Егни Гот У тебя Очень Эффективные Советы Гот Прошел Приехала Домой Она Через неделю Сказала Я поехала Обратно Все Здесь А началось Ногу Опусти Сядь Ровно Не Чавкай Все Это Началось Вот в этот же день Когда она Прилетела Я вот Так ей Говорю И на нее Смотрю Думаю Заткнись Что ты Делаешь И все И мы ее Не трогали Месяц Потом Обходили И она Собрала Вещи Уехала И не Хочет Обратно Она Говорит Я сама Самостоятельно Все Идите Отстань От меня Домой Хочешь Нет Ну Все Ладно Уже Нормально Вот Поэтому Это же Тоже Микро Такая Мини Инициация Да То есть Она Самостоятельная Становится Вот этот Отрыв И сепарация Вот она Инициация Но Когда ты Постоянно Под Колпаком Родителей Ты же Сильно Неадекватной Становишься Гром Гремит Ты не Слышишь Да И ты думаешь Ну нормально Никто Не слышит Это как Тиньков Ездил По Москве На Майбахе И все Говорит Я думал Что в стране Все хорошо На Майбахе Блять Все Все хорошо Понимаете Оказывается В стране Страна на грани Революции Я думал Что все Хорошо А если Скажем Вот это Ребенок Он У него Инициация Прошла Через чувство Настояния Не имеется Ввиду Родители Молодые Взяли Бабушку Дедушку Первого Ребенка Себе Собрали И он Уже Там Сам У бабушки С дедушкой Сейчас Ты там Станешь В инициацию Ага И нахрен Ему Такая Травма Блять Нахрен Ему Такая Травма Ребенку Вы можете Короче Ребенок От которого Отказались При проработках Его сразу Видно Очень редко Когда отдали Ребенка Бабушке С дедушкой Чтобы это было Незаметно Потом В работе Когда То есть В терапию Заходит По нему Видно Это Чтобы Этого Было Не видно Надо Чтобы его Перелюбили Бабка С дедом Чтобы Они Хорошо Занимались Воспитанием Любили Это Очень редко Обычно Заметно Потому что Биологические Родители Все равно Чувствуют Связь И от него Вдруг отказываются Значит Я не нужен И самооценка Вниз Я не знаю Как там Прошлые Жизни Влияют Но Отдавать Ребенка Очень сильно Влияет Отдавать Ребенка Очень сильно Влияет Что вам Еще Рассказать Сходи Это вот И есть Инициация Нужно Просто Начать То есть Нужно Иногда Преодолеть Свою Лень Для того Чтобы Получить Результат И как Только У тебя Прошел Этот Процесс Преодоление Внутри Своей Лени И Трудности Ты Получил Результат Это и есть Инициация Ты будешь Это повторять Потом Каждый раз Инициация Грубо говоря Это смена Парадигмы Поведения Если ты Раньше В детской Позиции Тебе Что-то Принесли То Ты Что-то Захотел Стал Пошел Взял Поел И Классно Просто У тебя Цикл Не Прошел Как Только Один Цикл Завершишь Все Постоянно Сколько Тебе А Что Ты Хочешь Делать 28 Лет И Что Тормозишь Проект Или Что Специально Там Есть Несколько Причин Первое Это Что Я Не Достоин Второе Я Не Знаю Или Не Хочу Третье Есть Еще Что Я Боюсь Успеха Страх Да Если Я Боюсь Успеть Смотри Есть Страх У меня Не Получится Есть Страх У Меня Получится И Где-то 70% Случа Страх У Меня Получится Потому что Когда У Не Получится Я Уже Знаю Что Делать До Этого Уже Был Опыт Но Когда Получилось Че С ним Дел Хрен Его Знает Это Про Деньги Вот У Тебя Было Допустим Ты Долларов Ты Знаешь На Ты Долларов Санет 500 Ты У Тебя Было 500 Долларов Ты Знаешь Как Выживать Станет 10 Хуй Знаешь Что Делать Не Если Такого Ага А Что У 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 Замуж Собираешь Все Класс Спасибо И Ты Начинаешь Сам Обсирать Да 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 Ты Ты Боишься И Поэтому Ты Выкидываешь Свой Страх На Него Что Причина Разногласий Был Он Вообще Ты Это Делаешь Еще Потом Три Года После Свадьбы Знаешь Да Любая Женщина Которая Выходит Замуж Первые Три Года Выносит Сука Мозг На Носилках Ему Потому Что А я Вот Так Тебе Сейчас Делаю Ты Меня Еще Любишь Ты Начинаешь Проверять На Любовь Потому Что В себя Не Веришь Тебя Аж Нельзя Любить А он По Настоящему Меня Любит И Начинаешь Пинать Это Три Года Вот Эта Херня Происходит И Чем Больше Ты В себя Не Веришь Тем Дольше Ты Будешь Его Проверять Но В среднем Три Года У Всех Следующие Четыре Года Он Тебя Он Тебя Потом Да То Есть Он Уже Там Шапки Еще Без Шапки Пересадила Не Досадила Он Тебя Дрючит Поэтому Кризис Трех Лет И Кризис Семи Лет Разводы Всегда Если Вы В первые Три Года Развелись Это Он Не Выдержал Если Ты От Четырех До Семи Лет Это Ты Не Выдержала Это Кто Кому Мост Да 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 Деток Восьмому Году Жизни Совместной Вы Начинаете Такие Как Брат Сестра Становитесь Вы Все Понимаете С Полуслова То Есть У Вас Цели Одни Постановка Одни Становится Грустно Скучно Потом Там Кризис Среднего Возраста Рядом Начинается Жить Некогда Там Ну В смысле Постоянно Прорабатываться Будете Там Дети Повзрослели Кризис Среднего Возраста Начался Все Кризис Среднего Возраста Прошел Колени Начали Болеть И Короче Все Когда Сука Жить 38 Где-то 38 45 Не Не Я Тоже Думал Просто У меня Раньше Это Вот 38 42 Есть Просто Это Страшно Сейчас Я Везде Рассказываюсь Кто-то Говорит Это Правда Кто-то Говорит Что Это Неправда Потому Что Есть Люди Которые Проскакивают Они Не Замечают Другие Не Помнят Этот Период Но Очень Сука Болезненный Сейчас 38 38 Уже Начинается Ты Понимаешь Что Что То Не Отвратимое Летит Вот Ты Чувствуешь Какая-то Жопа Вот Сейчас Вот Рядом Уже Попахивает Уже 42 Ты Все Понял Она Вот Здесь На Голове У тебя И Как Из Этого Смарада Вылезти Непонятно Потому Что Этот Период Происходит Гормональный Сбой У всех Ты То Что Раньше Худел На 20 Кг За Месяц Ты Уже За Два Года Не Худеешь На 5 У тебя Все Останавливается Это Надо Нутрициологов Подключать Спортсменов Чтобы Тренеров Чтобы Занимались Чтобы Был Какой-то Эффект Длительный И Мало того Это Не надо Бросать Потом Но В 42 В 38 Если Ты Раньше Занимался Спортами У тебя Потом Зарядная Всю Неделю То Ты Занимаешься Спортом И Спишь Сразу 3 Часа Потом Ты Позанимался И Спишь А Оказывается Уровень Кортизола Повышается На Уровне Стресса И У Тебя Когда Ты Занимаешься Спортом Кортизол Еще Подскакивает И Ты Никакой Вот В Говно Просто Сразу Этот Период Вот У меня Был 42 До 46 У Кого Как Я Не Знаю Вот 45 Исполнилось Стало Отпускать Сейчас Мне Полегче Сильно В Этот Период Просто Спорт Не Нужен Не Такой Спорт Который Просто В Надрыв Там В Зале Он Не Работает Спорт Должен Доставлять Эмоциональное Удовольствие Это Лошадочи Коняшки Это Какая Ни Вот Что-то Такое Это Там Где Есть Эмоциональное Удовлетворение Я Себе Нашел Вот Эту Нырялку Там Вот Эти Подводную Охоту Сейчас Косуху Купишь Телку Зади Ты Кого Спрашиваешь Ты Посмотри Я Похудел На Нырялках Я Во-первых Поехали Мы На Копчегай Нырять Я Вообще Если Честно По Мне Я Нырял В Бассейне 5 Метров Глубина И я Как бы Я думал Что глубже Не бывает Ну в смысле И мы Купил я Вот этот Костюм Короче Ласты Все у меня Приехали мы Туда Мы почему-то Приехали 6 часов вечера 6.30 Мы сели на лодку Я про себя думаю Темно Нас привозят На какой-то Остров Остров Это вот Такой же Как вот Это Примерно Камни Просто Кучка Камней Мы Лодку Порвали Там Короче На этих камнях Сели Мы еще не поняли Что мы лодку Порвали Мы довольны И пошли в воду нырять Там есть такие Причатки Они там 7 миллиметров Или 5 миллиметров Толщиной Ну чтобы Не мерзли Конечности Я Я делал И моторик И моторик Становится Как у ребенка Ты сильно Сука Неуклюже Становишься И я Сижу Вот так Сел Ружье Вот так Поставил В том Маску положил Сверху Трубку Шапку Капюшон Делал Теперь Мне надо Одеть Вот это Все И мне Тренер Подходит Говорит На фонарик Я Фонарик Беру И что-то Сука У меня Лишнее В руках Я не знаю Как это Управлять Я теперь Думаю Я не смогу Одеть Маску И держать Трубку В руках Потому что У меня Фонарик И про себя Думаю Вот я Что-нибудь Сейчас Проебу Просто Я сижу Одеваю Фонарик Себе На руку Слава богу Ничего Никуда Не уплыло А сам Вот так В воде Вот так Одеваю Маску Попускаю Голову Трубки Нету А тренер Там кого-то Орет На кого-то Там еще Еще один Дурак Какой-то Видимо И он Орет И он Что ты сидишь Я говорю Не кричи Я проебу Трубку И он Так берет Свою Саеба На Вози Я говорю А ты как Он говорит Я без нее Буду нырять Я же понимаю Это нереально Без трубки Нырять Ну Очень Я думаю Ладно Короче Одел Трубку Его И думаю Надо найти А то тренер Без трубки Я лег на воду И просто Начал искать Минут через 15 Я нашел Она за камень Завалилась Взял трубку Ему отдал И теперь Там есть упражнение Ты может Там Просто на воде Вот так лежишь И потом ты должен Камнем вниз Упасть на дно Чтобы рыба Не заметила Что там Кто-то Ну вот Ты должен Без всплесков Короче Без этого всего Фонарь Включаю Уже темно Там 7 часов Лежу Вот так Ныряю Вот так падаю И вот Остров сзади Я ныряю Я думаю Что стена Должна быть сзади Ну правильно же Я вот так ныряю И хочу Вот так прямо Сделать И вот здесь Скала Меня Блядь Так развернуло Или какого хера Я вдоль Потом Короче Часа два Ныряю 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 Там краба Рака увидел Креветку увидел Рыб там Маленьких Посмотрел Часа два Проход Никого не убил Ну в смысле Ну нету рыбы Маленькая вся Всплываю И парень Один с нами Куда приплыл Какая глубина Откуда я близен Я говорю Я не знаю Он говорит А на часах Чего Я вот так 7,2 метра Эту глубину Оказывается Средняя глубина Погружения 7-8 метров Каждый раз Когда я нырял Это было первое Но Это во-первых Во-вторых Другая среда Ее становится Очень дико страшно Кислород На хрен Везет Сгорает Очень быстро И ты всплываешь Ну в общем Очень сильно Мне мозг растянуло И на этом Нырялке Мне кажется Килограмм 8 Ушло за один день Я сахар ел Просто Я кока-колу Вот так пил И она исчезала Еще 3 дня Колбасила Я спал Сутки После этого В общем Не мог наесться Это Офигенный опыт Еще поеду То есть У кого-то там Сахарный диабет Какая-то вот эта фигня Сахар там горит Вот просто Неимоверно Оказывается Углекислота Сжигает Холестерин Сахар Жиры Все Просто В хлам Вот рекомендую Но страшно Очень Оказывается Очень многие боятся воду И там панические атаки Вот это Апноя Вот это Есть в бассейне Это тренер И мы же там Типа охотники И мужчине Не нужна цель Ты ему скажи Просто так В бассейне понырять Ему надо с кем-то Письками помериться Или что-то сделать Просто так Мы не ходим Туда И я поэтому Цель себе поставил Как бы Понырять На Копчагае И вот в этом году Я понырял Вот Но худеешь От этого Очень быстро Сжигается Все Метаболизм Повышается В общем Выглядишь лучше Вот прям рекомендую Если есть у вас Пятиметровый бассейн И фридайвинг Обязательно походите Очень полезно Хорошо А? Женщина Всем советую Кто сильно боится воды Дыхание Хоффа Тогда Дыхание Хоффа Дыхание Хоффа Там задержка До трех минут Единственное У этой женщины Очень хитрый Я жене говорю Там вот Полторы минуты Там две минуты Я могу дыхание задерживать Один раз получилось Случайно Вообще Среднее У меня рабочие Где-то 50 секунд 120 Но Жена говорит А я Ну тоже спокойно Я говорю Ну-ка давай И мы так И сидим Я уже красный весь Она сидит Я говорю Ты что дышишь Ну воздух же сам заходит сюда Ха-ха-ха-ха Весь секрет В задержке дыхания Вот эта углекислота Должна бы повыситься В организме И жир горит Очень быстро Поэтому вакуум Короче науле Помните? Знаете науле? Все учатся Там по полгода Не могут Не могут получить Делайте Короче на голодный желудок Делайте обычный вакуум Вот это Вот эту фигню Вы выдохнули Вот так встали Выдохнули И задержали дыхание На выдохе На 30 секунде У тебя науле Этому научиться Две минуты Этому не надо Учиться полгода И живот вот так Тур-тур-тур-тур Сходит Это естественный спазм От нехватки кислорода Это Я это увидел На дыхании Сидерского Перед тем Как нырять Нас учили По этому дыханию И ты Когда делаю У меня Это ужасно науле Я говорю Это же науле Девчонки учатся Годами ходят Научиться не могут И потом я начал На девчонках проверять Ну реально Две минуты И она уже науле делает А науле Это очень такая тема Которая хорошая И очень может пригодиться В жизни Особенно где-то Вот Смотрите Руки не беют Вот так Ноги вот так Лицо вот так парализует Это нормально Так не у всех Но так бывает Слезы Это тоже хорошо В общем Что бы ни происходило Просто доверьтесь Многого сильно не ожидайте Без ожиданий В процесс заходите Произойдет то Насколько ты Вот эту глубину Ты сам будешь Это ее регулировать Хорошо Вот И главное доверие Сейчас Ань Сейчас Подожди Сейчас никуда Не расходитесь Андрей Этот Соберешь И все уже А я думал Ты этот Хорошо Оплату Собери Сейчас Пойдем По запросам Поговорим еще А то ты так Показываешь Дом Никуда не ходите Он сам подойдет Три можно Ну зачем пришла Сейчас подойдите Вы сейчас дойдет За всех В туалет Бегай Сейчас Андрей подойдет Сидите А зарядка у нас будет Что за зарядка Ну если хотите Сделаем Я не знаю Я не знаю пока Наверное не скоро На следующий год Да Сейчас посмотрим Что у тебя там А вот это С веслом Где она Не пришла В прошлый раз Было Сейчас Я так смеялся Когда это С веслом Она Я так смеялся Я говорю Знаете У меня Сентябрь Вообще Я вообще В минус И в финансах И в здоровье В начале сентября У меня машина Скипела Я на ремонт моторов На 60 штук попала Потом Получается Буквально На днях Каталась на мотоцикле Я Ну Папа не в аварию Если мне Нафиг я Где-то тело Понял И вот Буквально Вчера У меня Ноутбук Сказал Представляете Ну Ну сейчас Посмотрим Это бывает Когда дисбаланс В энергиях Когда Много Раздражения Внутреннего И бывает Когда влияние Сейчас посмотрим Что у тебя А посмотри Насчет Корректности Заработанных Денег И как ты его Купила Вообще Вот это Все Корректно Законно Законно Все Держи Крым Забрали Ну Не Прям Это Бывает Так Бывает Непринятие Бывает Некорректные Деньги Может быть А вся Ситуация Которая Сейчас Отнимают У всех У вас Отнимают Не у всех У вас Отнимают Кто был Да Кто был Замазан С этими С грязными Людьми Ну вот Я про это Говорю Все Что ты Был Где-то Замазан Сейчас Живые Трогают Пока Насколько Я Коммерсантов Ваших Послушал Они Где Да Где Там С кем-то Там Связаны Не с Теми Людьми Какими То Там Платежи Откуда Не оттуда Были Всех Начинают Дрючить Не всех У вас Сейчас Страна Если честно Мне кажется Такое У вас Сейчас Я Я Сильно Не слежу За Вашей Политикой Но Мне кажется Сейчас Из вас Делают Светское Государство Хотят То То есть Если раньше Можно было Там Без Участия Государства Что-то Делать Сейчас Этого Будет Скоро Вообще Невозможно Из нас Сделали Я Не знаю У нас Хотели Светскую Страну Сделать Сделали Цифровую Тюрьму Сейчас То есть У нас Вообще Шаг Ты Не Сделаешь Без Цифрового Следа Вы К этому Тоже Придете Скоро Скорее Всего Не Зах Я Не Я Как у вас У нас Что-то Страшное Идет У нас Все Документы Цифровые У нас Каждый Шаг Цифровой Да Все Ну я вас Поздравляю Тогда Скоро Будете Будет Этот Тоже Цифровой Цифровой Да У нас Каспий Заберите Все До свидания Да Да Не Карты Можно Жен Такой Нет Нет А Ну тогда Извините Что вы Без Каспий Ходите Открывает Открывается Сейчас Даже Не Резидент Получает ИИН А потом Приезжает Казахстан Открытие Укар Чтобы Обойти Санкции Да С чем Пришла Потолок Где Застряла В Долларах Примерно Скажи Сумма Чтобы Я Ориентировался В Месяц А Хочешь Ты В Найме Хочешь Отсюда Сюда Прыгнуть Хорошо Каким Образом У тебя Путь Есть Уже Этот Нет Пока Путей Нет Просто Я Еще С Таким Работаешь Чем Занимаешься Внутри Ты Финфингир Ты Или Кто Хорошо У вас Профессионально Есть Куда Расти Еще Еще Расти Только Если Компания Не масштабируется А Сразу Масштабную Компанию Нет Такие Зарплаты Есть Вообще В стране Финансист Что Что Нужно Сделать Чтобы Здесь Оказаться Я Мешка То есть Нужно Именно Туда Идти Или Просто Доверить А Муж Сколько Зарабатывает Вот Так У Него Приезжает Малярка Есть И Я Сама Моя Цель Не в том Что Мы Постоянно Зарабатываем Деньги А Давайте Сам Какое Это Хитрое Хорошо Заброси Работу Сиди У него На шее Что У тебя Или у него Или у вас Сидишь У нас Липотека Но Она Охотная На меня Вы Веете Что Из-за То Что Действительно Много Доверить А Лужу Я Всегда Работаю Потолок Не надо Пробивать Я Не знаю Что Не надо Пробивать Или Сидеть Как-то Еще Само Определиться Не надо А Хорошо Тогда Пока Рано Дорогая Подожди Ничего Не пробивай Не надо В этом Я тоже Как раз Еще Я ушла В прошлом Году На Другой Работы На Нынешнюю Но У меня Со старой Работы Снова Меня Туда Заводят Там Зарплата 5000 Нет Я не знаю Пока Что Продолжать Но Они Просто Пока Намек Открывают Ну Пусть Повысит Зарплату Перейдешь Обратно Домой Что И Вот Я Не знаю Какой Непер Сделать И Вот Я Постаню Мешку Стоит Ли И Не Стоит Тебе Еще Не Сделали Предложение Даже Пока Они Озвучили Цирку Но Уже Приложение Идет Но Я знаю Что Шеф Поставил Что Он Сразу Не Станет Себе Карты Раскрывать А Он Потихоньку Начала Приложил Просто Узвучил Свою Один Проект И Сюда Меня Зовет Тоже По Финансовому Частию Контролировать И Я Не знаю Как Не Сделать Выбор И При этом Зает Правильный Выбор Если Даже Я Останусь Например На Этой Работе Но Тогда Уж Чтобы Пробедить Потолок Нет Ты Определись Так Не Работает То Имеется Ввиду Что Если Я Захочу Пробедить Потолок Но Не Знаю В Какой Компании Пробивать Ты Не Знаешь Зачем Это Уже Второй Вопрос Какой Компании Пробивать Для Чего После Чего Ты Мужу Не Доверяешь Что Тебе Изменило Или Что А Что Ты Так Уже Раз Пять Ты Повторила Он Теб Подводил Или Что Происходило Или Он Зарабатывает Тысячу На самом Деле Не Та Как Ты А Как Ты Поняла Что Это 2000 Он Зарабатывает Если Ты Не Видела По Каким Цифрам То Что Домой Принес Или То Что Где А Он Доход С Прибылью Не Путает А Где Тогда Деньги Финансисты Теб Понимаешь У Тебя Компания Миллиардная Там Ты Крутишь А Сейчас Ты Не Понимаешь Куда Он 2000 Долларов Дел Спроси Не Надо Висит Ты Спроси Я Думаю Что Все Так Мне Придется Свою Финанс Подруг Придимать Мне Сам Как Скаж Вот Короче С тем Обращаюсь Если Ты Не Знаешь Куда Девают Деньги Муж Да Вот Эта Фигня Долго Не Мож Продлеваться Долго Так Долго Не Смож Жить Вместе Ты Должен Интересоваться И Понимать Куда Он Деньги Девает Чего Я Тебе На Цифрах Объясню У Вас В Компании Несколько Учредителей Сколько Двое Есть Хотя Б Один Который Не Интересуется Финансами Ну А А если Один Не Будет Интересоваться Что Произойдет Поняла Еще Надо Что-то Бесеть Услышала Меня Спроси Куда Девает Может Ладно Он Уже Куда Тодел Значит Он Уже Когда Тодел У Него Есть Кто Кто Спрашивает Понимаешь Это Даже Деньги То Деньги В нашей Жизни Это Коммуникативная Такая Хрень По Которой Можно Прочитать Все Что Мне Финансисту Объяснять Финансист Берешь И Понятно Кто Дурак Сразу Видно Поняла Деньги Не Под Контроль Хотя Б Узнай А то Я Ему Не Доверяю Он Домой Ничего Не Несет Конечно Не Доверяешь Может У него Там Больше Чем Ты Думаешь Пока Подумай Чуть Что Тебе Зачем Я Не Могу Понять Чем Что Тут У меня Грома Творя Одежда А то Мы Разберемся Как Скажем Не Не Спас Прям Сейчас Здесь А Вообще По Жизни Вроде У По Работе Быть Ну Так Не Слишком Хорошо И Не Слишком Плохо Среднее Я Не Могу Понять Себя Чем Ленее Надо Заниматься Потому Что Я Много Чего Попробовала С людьми Общаться Мне Нравится С людьми Общаться Контактировать Обновать Что Но Слишком Быстро Передается Попробовала Финансово Тоже Заниматься Для Меня Это Друдно Я Начинаю Уже Там Сразу Чахнут Бывало За Границей Как-то Не Зацепило Вообще Сейчас Так Скажем Хрен Хрен Себя Не могу Понять Вообще Где Солько лет 30 лет Я Не Замуж У меня Тетей Уже Нет Парня Нет Ну Вишь Ей Надо Замуж Тебе Не Не Обязательно Хочу Хорошо Если Хочешь Будет Тебе Мужик Подожди Что Мне С ним Делать Будешь И Как скажем Каждому Первому Надо Тыкать Об этом Тебе Надо Тебе Пора Тебе Надо Детей Завести Оно Надо Просто Так Сейчас Это вопрос Был Или Что А Что Будет Если Детей Вообще Никогда Не Будет И Семь Не Будет Что Произойдет Я Так Понимаю Я Буду Жить В Удовольствии Ну Живи Выдыхай Живи В Удовольствие Это Недавно В Трец Этот Алибеков Писал Говорит Все Друзья Говорит Смотрят Говорит За мной И Они Думают Что Они Вели Мою Такую Жизнь Если Развелись Но В одиночестве Правда Немножко Скучно Непонятно Зачем Да В один Можете А мужики Где Не знаю В смысле Не знаешь Булеть же Был Пару Паркнеров Но Так Скажем Я их съедала Это Очень сильно У тебя С отцом Что Он Живой Вместе Воспитывал 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 Прикольно Кто Тебя Воспитывал Другой Человек Это Другие Юги Ты так Называешь Соседи У меня Почему-то Было Два Свидетельства У меня Было Две Фамилии Но Один Дедушка Фамилия Дедушки Я носила Второй Фамилия Отца Со стороны Отца Но Меня Бабушка Дедушка Со стороны Мамы То есть Короче Там Такая Каша И Может быть Я Сама Себя Найти Не могу С этими Маментами Это Обида На родителей На отца В частности Поэтому Не можешь Довериться Мужикам Скорее Всего Так Мне Кажется Выдыхай А потом Отношения Это же Работать Надо Над ними Абсолютно Левый Мужик Начинает Чего-то Крутить Доказывать Особенно Тебе уже 33 А ну На хрена Ты жила Сама Жила И тут Появляется Третья сила С которой Надо считаться Потому что С мамой Придет Я сейчас Чисто Финансовом Минуте Хочу Переехать На ремонт Подожди Сейчас Остановись Давайте Я вот так Всем Напишу Папа Все Кто Долги У кого Все У кого Долги Это Месть Папе И Для того Чтобы Твое Подсознание Не выдавало В эту Месть Очень важно Его отпустить И просить Это у всех Засада У всех Женщин Практически Вместе Отсюда Это бывает Еще Ты хочешь Поддержки У этих Один раз Я так Наковырял Там Мужик Пришел У него Долгов В принципе Нету Но он Всегда Должен банку Всегда И оказалось Что Он Бабушка С дедушкой Воспитывали И Когда Дед умер Короче Он сознание Потерял Ребенком Когда ему Сказали Дед умер Он упал И у него Подсознательно Склеилось Что Кредит Это как будто Поддержка От деда Оттуда Откуда Со стороны Это независимо Да Мужчина Это женщина Да Да Это у него Как у вас Не знаю Но так или иначе Это вот туда Месть отцу Вообще Твой социальный Неуспех Это месть папе То есть Не надо Проработать С письмой Те скорее всего Отца надо будет Отпустить Это не говорит о том Что ты сейчас В сорок не прописала Письма прощения Все проревела Отпустила И вдруг Все появилось Потом надо будет В жизни действовать По другому Вот эти Смотрите Все софты Вот эти все Мягкие вещи Типа аффирмации Писем прощения Этих Медитации Это все Для того Чтобы легче тебе стало Шагнуть В настоящую жизнь Это не для того Чтобы ты бездействовал Для того Чтобы ты действовать Начал Начал Это же очень удобно Так сидеть А попробуй по другому Попробуй жить без долгов А попробуй по средствам жить А попробуй заработать больше С чем пришла У меня Проблемы с отношением Еще одна Я работаю на круизном лайнере Ну получается Там построить отношения Это очень Только на год Да У него контракт Там 4 месяца У меня контракт 8 месяцев И получается Трудно Здесь я нашла Два парня Ну Ставая с собой Да С одним я не сплю С одним сплю Как скучно я живу Ну В принципе Как бы О нем было Серьезное Один мне там Что-то сразу Замужник предложил Я как-то не доверялась Мне Не доверяют мужчины Да У меня были проблемы С лационом То есть У меня отец Он любил Мую сестру Больше У нас в семье Ну Мама меня Получается Любила И Поделили Нас поделили Да У меня Ну Не доверие Такое Я вообще Не могу довериться И иногда бывает То, что Даже Долго Не задерживаюсь Тебе сколько лет? Мне 33 Уже кивни Один раз Что-то Посмотрим Кивни Один раз Кажи Согласна Да Тоже Такое У меня страх Есть Что если Я здесь Пешкики Останусь То есть Я не смогу Столько Зарабатывать А там На лайнере Тоже Он что Местный Ну Я здесь Пробовала Устроить В американскую Компанию Получается Ну Там Как Войдет По ступенькам Надо Подождать Я Ждать Не могу Понятно Я боюсь Какой-то Страх У меня То Что Я Не Дойду До Уровня Да Походи Замуж Я Хочу Замуж Вот Я тоже Градий Почему Мне не надо Я не знаю Я не могу Им довериться Слишком Ревнивая Доверчивая Хорошо Ладно Сказали Еще Три Раза Да У меня Уже Знаете Зона Комфорта Которую Я Шагнула Классно Жмут Но Надо Устоять Да Я Думаю Нет Все Я Хочу Туда Не Надо Надо Выдержать Надо Выстоять Ты же Заявила Теперь Надо Выстоять Счем Пришла Короче Бесит Он Инвалид Тебе Сколько Лет 62 Инвалид Он Не Ходячий Прям У Него Инсульт Был Или Что Парализовала Сорона Не Восстанавливается 10 лет Не Восстанавливается А Сиделку Невариант Нельзя Почему Помимо Его Сопротивление У тебя Что Почему Нельзя Ну Мало Ничего Там Не Принято А Потихоньку Травить Принято Ты же Его Ну Вот Смотрите Человек Болеет Ему Хреново Ты же Ненавидишь Через Какое Твое Твое Десять Лет Но Ты В Какой Твое Твое Начинаешь Ненавидеть Потом Ты Начинаешь Себя Ругать За То Что Ты Такая Сволочь Да И Это Фигня Замыкается Самый Гуманный Способ Взять Сиделку И Любить Своего Мужа Дальше А Нахрена Ты С ним Туда Возишься Тогда Если Нету Любви Как Ну Найми Сиделку Причем Тут Мораль Положено Не Положено Что За Мораль Ты Его Не Любишь Говоришь Ну Возьми Сиделку Пусть И Что Не Делать Бросим Бросим Уже Зай Возьми Сиделку Единый Чуть Найди 50 Лет Тебе Жи Жить Жить Ты Что Вот Все Думают Что 50 Лет Это Такого Возраст Уже Вот Закат Уже Да Нифига Подобного Этот Возраст Когда Это Вторая Молодость Дети Взрослые Делай Что Хочешь Делай Что Хочешь Ты Абсолютно Свободный Человек Второй Раз В жизни Ты Свободный Человек Только С Мозгами Уже Ладно В подростковом Период Мозгов Не Было Уже С Мозгами Класс Период Не Просрите Его Плюс Примерно Семидесяти Пока Ноги Ходят Угу Рекомендации Это тебе Вот это Замуж хочу Никому не дам Вот это тебе Как вы хотите Здесь Манипулятивные Техники Над Мужчиной Жизнь Без трусов Это Для Мужиков Можете Все Записать Как Женщинами Манипулировать Вы Поймете Что У мужика В голове Вообще Коротко Если Вам Пересказать У Мужчины В голове Кроме Соревнований Ничего Нет Две Мысли С кем Посоревноваться Что Победить И Второе Кого Бутрах Все Это Всегда Всегда Если Он Не Может Никого Трахнуть Значит Будут Соревноваться В положении В Деньгах Не Кумарит Надо Плодотверить Больше Количества Потом Самок Вопрос Он Ставит На Деньгах Соревнования И Секция Или Что Это Может Примагировать Всегда 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 В Везде Всегда Да Если Ты Будешь Если Ты Покажешь Свой Писюн И Он Будет Доказывать Что У Него Больше Это Значит Ты Уже Мужика Включила Он Видит Соперником Будет Соревноваться С тобой Но Когда Ты Вышла На Тропу Войны С мужиком Не Жди Пощады С Этого Момента Ты Уже Не Женщина Давно Будет Война Просто И Все Но Откати Назад Стань Женщиной И Все Он Перестанет Не Соревнуйся Перестань Танцевать Четку На Его Яйцах Но Не Манипулируй Не Месяца Пошла Хорошая Не Манипулируй Не Тоже Вы Вначале Такой Весь Зайка Короче Когда Ты Манипулировала Все Классно Месяц Два Вот Сюда Не Не Вот Сюда Там Есть Прям Техники Как Этим Играть Вот Этим Соревновательным Процессом И У него Должно Быть Постоянное Желание Тебя Хочу Я Хочу Тебя И Постоянное Желание Я Буду Первее Всех И Все Это То На чем Держится На чем Может Дать Держать Это Вот В этой Книге Написано Счастье Мужчины Я Хочу Счастье Женщины Меня Хотят И За Этими Двумя Фразами Когда Мужчина Я Хочу Там И Здоровье И Красота И Сила Все Там И Женщина Когда Меня Хотят Там Красота Здоровье Свобода Все Понимаете Когда Тебя Не Хотят Ну Пиздец Когда Ты Не Можешь Это Ну Капец Вообще Поэтому Вот Сюда Когда Ты Грамотно Манипулируешь И Управляешь Мужчиной Через Соревнования И Секс Он Твой Ручной Вообще Навсегда Как Только Он Начинает Агрессию В твою Сороны Проявлять Ну В общем Ты Что-то Сделала Не Так Мужчины Очень Примитивны Честно Вам Говорю У Нас Две Кнопки Блядь Всего Это У вас Там Хер Пойми Чув В голове У Мужика Все Просто Но Вам Надо Дать Возможность Запутать Себя Чтобы Вас Переспать А Мужчине Нужно Ну Как Бо Создать Соревновательный Момент Да 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 Мы же Привыкли Там На свидание Только С одним А позови Пятерых В клуб На свидание Ахерей Че Будет Наперегонки Шампанское Будет Лететь Причем Ты можешь Им не понравиться Никому Но Они будут Пулять До конца Да Так Было У меня тоже Сотношения У них нет Не было Или что Или были Уже Пять Смотрите Пять лет Нету Отношений Секс Был Нет Ее Мать Ты чего Ждешь Климакс Ждешь Или что Срочно Три любовника В гостинице Я даже Не знакомлюсь Похер Че Тиндер Палец Ломал Что тебе Вместе Вместе Пойдем Хорошо Впятером Да Нету Сама Даже Не знакомлюсь Ты уже Сама Должна Выйти на охоту Смотри Охота На самца После Девятнадцать После Двадцати Пяти Ты уже Не наживка Ты уже Все Надо выходить На охоту Ты чего Ждешь Я же тебе Говорю Еще не Персик А как Это Уже не Персик Еще не Курага Вот Понимаешь Уже Самой Надо Ити Чего Ждете Есть Иллюзия Такая Что Женщина Выбирает Мужчину Есть Такая Иллюзия Есть Но Но Вы Выбираете Из того Что Клюнуло У вас Диапазон Вот такой Узкий Клюнули Вот Там Десять Мужиков Из них Вы Выбираете Но Мужиков Несколько Ярдов Вы можете Выбрать Любого И целенаправленно Его Захантить Нет Ты же Сама Выбираешь Что Значит Не нравится Вот Вопрос Если Мужчина Понравился Сейчас Замечает Такую Практику У нас Воспитает Такое Нельзя Самой Проявлять Ну да Не 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 Подожди Вот Это Прочитай Ты Научишься Брать Да Ты Научишься Брать Голыми Руками Да Ну и Как Потом Берут Три Раза В Неделю Потом Один Раз В Месяц Да Ну Он же Сокращается Потом Смотришь Один Алкаш Остался Ну Ладно Пойдем Да Вы Бля Сука Вся Страна Бля У вас Что Мужиков Мало Да Нормальных Можги Мне Не Крутите Идите В нормальное Место Выберите Одного Мужика Жди Климакс Да Жди Тогда Климакс Смотри Вы Вошли В отношениях Вот Допустим Ты Вот Тебе Было 20 Лет Ты Вошла В отношения Допустим Первый Раз Там Замуж Вышла Пожили Там Туда Сюда Десять Лет Прошло Развелась Потом Сидишь Десять Лет Никого Нахер Нету У тебя Конверсия Один Мужик В 20 Лет Еще Два И Сдохнешь Конверсию Надо Повышать Поняла Некоторые Не Понимают Вот Ты Сидишь Разговоришь И Реально Один Мужик В Десять Лет Еще Трое И Все И Ничто Торопиться Надо Ты Из Миллиарда Первая Сука Была Что Ты Остановилась Дыши Не Я Дышу Не Чего Ты Не Можешь Понять Я Тебе Говорю Ускорься Ну Нет Просто Как Ты Я Понимаю Если Мне Было 20 Ну Не Я Понимаю Что Мне Нужно Ускориться Что У Мне Уже Не 20 В 20 Могла Не Ускоряться Может Так Могла Лежать Тебя Так И Так Кто Ни Забрал Уже Перевернулась И Села Да Что Меня Обращают Внимание И Все На Этому Все А мне Что Падает Миги Водя Я Не Знаю Да Я Не Знаю Сиську Вы Я Стою Я Улыбаюсь Если Сиська Это Козырь Пока Не Надо Губка Райха Тебе Три Раза В День Поняла Если Не Хочется Живым Трахаться Губка Райха Это Тогда Когда Нет Отношений Секса Короче Это Вместо Секса Три Раза В День Поняла Упражнение Да Это Без Всяких Там Этих Секса Пов И Писек Это Упражнение Для Того Чтобы Сбросить Как Это Напряжение Внизу В Малом Тазу Потому Что Когда У тебя Напряжение Там Ты Нахер Никому Не Нужна Если Смотри Если Тебя С утра Никто Не Шпилил Ты Как Б Нежеланная Если Ты Никому Не Нужна То И Мне Не Нужна Спор Начинается За ту Которой Всегда Секс Ну Вот Ж Ты Сейчас Хвастаешься Или Жалуешься Страдаю Прям Нет Ну Ощестивься Двоих Троих А Это Нет Смотрите Вот Когда Высокая Лебеда Это Значит Ты Просто Ну Как бы Не Сливала На Одного Все Или Там Было Воздержание Какое-то И Потом Она Не Может Наестся Как Только Наешься Это Все Пройдет То То И И И И Становится Ангела Меркель Резко Мужик Есть Процессы Можно Но Мужика Обратно Потом Переделать Ну Сложновато Там 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 Уже Матки Нет Там Уже Это Там Уже Все Задача Мужика Проявиться Женщине Рядом С ним Другие Задачи В принципе Нет Но Если Ты Его Яйца Отрываешь И Себе Приколотила И Пошла Заработала Ну Блядь Кто Виноват У тебя Дома Баба Будет Это Будет Инфантильный Мужчина Который Непонятно Ладно Там Где Носки Блядь Он Потом У тебя Будет Скорить Ты Там Много Денег Просто Башку Оторвешь Яйца Оторвешь И Будет Баба Но Это Если Умный Если Умный Он Свалит Пораньше Еще Он Даже Не Свяжется С тобой Случай Из Жизни Я Ему Говорил Не Надо С ней Связываться Парню Не Трож Е Ему Все Говорили Не Надо Этот Дурак Ему Тридцати По-моему Нету Или Чуть Где-то Там На Краю На Нее Залез Через Месяц У чувака Инфаркт Прикиньте Инфаркт Сука Миокарда А ему Говорили Не Надо Что Ты Женщина Она Сильно Сильнее Тебя Какого Хрена Туда Вообще Полез Мне Кажется Блог Уже У меня Отпадает Уже Началось Понимаете Поэтому Губка Рахи Когда нету Сексуального Партнера И у тебя Высокие Моральные Ценности Это Самостояние Три раза В день У меня Не высокие Моральные Ценности Раз в пять Лет Это Высокие Моральные Ценности Раз в пять лет Это Высокие Моральные Ценности Это С кем Попало Не хочу Кого Знаю Не хочу Да Все Хорошие Мужики Умирают Во Френд Зоне Ты Знаешь Возьми Всех Своих Друзей Ну Вот Человек Масштабный Вишь Чего Вы Сидите Чего Сидите Можно Если я Зарабатываю Больше Поте Делись Например Мне Получается Выйти на Посту Ну Искать Мужики Больше Они Зарабатываются Да Нахрена Тебе Кто Зарабатывает Тысячу Если Ты Зарабатываешь Пять Чтоб Его Унизить И Убить Или Что Смотри Когда Ты Зарабатываешь Пять Он Зарабатывает Тысячу Ты Его Унижаешь И Он Тебя Слушает Потому Что Он Сразу Переходит На И Поэтому Женщина Которая Себя Не Верит И Она Не Знает Что С Эти Мужчина Делает Она Зарабатывает И Берет Мужчину Пониже И Потом Его Дрочит Как Сына Ты Не То Что Ты Лежишь Куда Ты Пошел Сидеть Дома Зачем Туда Ввязался Поменя Работу Я Тебе Сказала И Он Будет Делать Все Что Ты Говоришь Как Уже Хочу Идти Нет Видишь Вдохновлять Вдохновлять Надо Тогда Когда Но Искренне Это Первое Во Второе Когда Ты Наигранно Вдохновляешь Эта Херня Не Работает Пришел Поделился Все Дурак Он Где Сейчас Зарабатывает Также Там Кто-то Еще Есть Там Кто-то Еще Есть Да Да Ты Ничего Не Можешь Сделать Хуже С С С С С С С Не Жалейте Все В этот Знаете Мне понравилась Фраза Такая Когда В Майами Я был И мы Там Тоже Мастер Класс Туда Сюда И Одна Девочка Говорит Я вот Не знаю Мне парень Дал карточку И сказал Трать Сколько Хочешь А Я Боюсь Я Не Знаю Сколько Потратить И Такая Уже Львица Сидит Там Такая И Говорит Найди Дно Я Дорогая Я Не Понял Что Ты Сказала Но Что То Мне Идея Это Очень Травится Что Это Значит Она Трать До Тех Пор Пока Он Въезжать Не Начнет Как Въезжать Начало Становить Ты Будешь Знать Докуда Можно Это Мамочка Включается Ты Включаешь Мамочку Зачем Мне Луи Виттон Давай Лучше Возьмем Майкл Корс Я Так Похожу Ничего Страшного Да Но Он Хочет Женщину С Луи Виттоном И Потом Идет Туда Где Она С Луи Виттоном Уже Нет Смотри Он Хочет Смотри Мужчин Я вам Секрет Скажу Мужчине Деньги Не нужны Да То есть Мужику Нужно Чтобы Радовалась Ты То есть Если Он тебе Дает И ты Не успеваешь Тратить Вы будете Тратить Потом Трое Он Найдет Ты Будет Тратить Потому Что Это Его Статус Он Как Б Ну Там Тоже Нельзя До До Ходить В смысле До Определенного Но Излишки Денья Которые Ты Ты должна У него Изымать Ну Смысл Да Да Потому Что Это Всегда Вдохнов То есть Ты И Это Надо Еще Приделать Так Чтобы Твои Цели С Его Совпадали Нам Нажим Большой Дом Нам Нужен Самолет Нам Нужен Остров То есть Не Мне Надо А Нам Надо И Постоянно Вам Говори Я Не знаю Как Сказать Сейчас Уже Совершенно Не до Смеха Вот Страхи Детские Обиды Непонимание С младшей Дочерью Сейчас С кем Я живу Сколько лет Ты 24 Вот Потом Значит Ну Детские Обиды Что Так Я Два Брака Трое Детей Три Девочки Два Сына Недородила Это Что Значит Выкидыш Как По Вашему Один Выкидыш Второй Аборт Почему По Моему Нет По Видео Я Смотрела Я Вас Теперь Знаю А Хорошо Я Пришла По Вашим Урокам Я Что Понимаю Потом Значит Сейчас Я Полгода Мне Помогают Дети Ну Так Они Мне Уже Давно Помогают Но Конкретно Уже Полгода Дети Содержат Класса Я Надвестница Мне 60 Лет Вот Работать Я Большой Мастер Я Зубной Техни Зубной Врач Я Делаю И Металлокерамику Зубы Все Я Делаю Отличные Зубы Делаю Сейчас У меня Страх Перед Кабинетом Я Не Могу Зайти В Кабинет Работать Тебе Прям Мне Кажется Я Кажется Я Всегда Жалею Думаю Ладно Ай Сама Хорошо Давай ты Давай ты Я Хочу Понять Я Недавно Нашла Собода Я Работала В Которг След С Стивной Должности Потому Что Мне Там Скучно Не Интересно Я Поняла Что Очень Большое Духло Медзи Короче Многоелое Профессиональное Выгорание И Сейчас Я Я Бездельницей С Одержонкой Но Хотелось Причем Заняться Более Таким Да Для Души Я Занимаюсь Постаргетикой Там Интересно Мак Киротип И т.д. И т.п. Но У меня Синдром Самоизванца Вот Как Поднять Свою Самооценку Чтобы Взять И начать Это Делать Какой Это Страх Что Я Не Могу Я Не Смогу Хотя Люди Обращаются Просят Я Их Прям Отшиваю Не Знаю Или Я Просто Не Хочу Мож Ты Работать Хочешь Или Нет Нет Вот С этим Заниматься Мне Интересно Ты Хочешь Или Нет Сколько Людей Ты Выдержишь В день Ты Коуч Еще Откуда Такие Профессии Берете На Кого На Мага Или На Коуч Коуч Прошла Ты Прям Реальный Коуч Еще раз Ты На Коуч Училась Или Где-то Ты Вместе Вперемешку Выучилась Хорошо Ты Прям Хочешь Людей Побольше Или Что Ты Хочешь Я Хочу Много Делать И Себе Не Напрягаться Это Знаешь Это Мужика Знаешь Оставу Укусила За Причин Дал И Он Приходит Так И Вываливает Этого Уролога Говорит Видишь Что Бось Снимите Опухоль Оставьте Мужчина Когда На Мне Женился Он Стал Немного Меньше Зарвало А там Он Был Миллионер Он Пишет Яйца Ты Моторвал Да Да Знаешь Хорошо Что Ты Понимаешь Я сейчас Понимаю У меня Местимости Нет Или Что Приятия Нет Ты Энергию Как-то Схавал Это Нормально Я его Прокачиваю Может Не надо Не надо Что Ты там Прокачиваешь Советы Даешь Ничего Энергии Ладно Бог Семь Энергии Оставь Советы Не Давай Это Не Прокачка Что Там Должен Все Нормально Что Делать Я Хочу Чтоб Он Немного Денег Зарабатывал Больше Чем Сейчас Что У него Было До Того Пока Он С С С С С Чтоб Что У Немного Было Чего У Тебя С С Немного С Немного 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 сейчас наговорю херню ходить а ты поверишь меня где он мужик твой не так не скажу потом после сейчас поработаем может быть чуть придет светлое не знаю пока эти навру час 10 в день я вам других не дам никаких этих рекомендаций потому что для того чтобы что-то начать делать в консультациях нужно сначала популярность нагнать иначе у тебя не цены не будет ни людей и также прокачается твоя лжеэкспертность то есть синдром самозваться уйдет потому что нужно будет все что знаешь пересказать туда 10 30 в день в течение года у тебя будет полмиллиона подписчиков оттуда потом больше вытаскивать их потихоньку херня это нет ерунда это и чё ты сгорите нахер я не работаю я просто не хочу ну а нахрена ты говоришь как работать если ты не хочешь ну может тогда за 5 чат напишите готова и потом 10 рился в когда там кончится в чате люди ты показать сейчас к ним на встречу пойдешь ты поймешь что половину просто хотели половина уже не захочет нет теперь смотрите сессию сколько стоит у тебя 100 долларов сколько ты хоть зарабатывала до этого те 20 человек надо 20 человек в том чате есть и каждый месяц нет каждый месяц чтобы они те ходили есть на их ум ты сидишь синдром самозваться ты 20 человек прими у тебя пройдет 20 человек прими у тебя пройдет ты там не уверена там где-то не не ходила пару раз пройдешь пару раз нахуй пошли пару раз чайные дадут и все ты только через здесь это по-другому никак ты не пройдешь это других путей нет что не делает это кстати смотрите еще раз чуть ли что-то часто это формула всплывает форму формула изменений бэкхарда есть такая этот запишите я сейчас честно давайте ее погугли лучше а то я идти на вруча с эти потом когда как восполняться пусть если энерго обмен по идее как бы нормально потом этого тела перетягивать у тебя смотри так и тебя каждый раз пробивают именно в той сфере где ты не этот да и чем больше не проработать тем больше у тебя будет тем больше будет у тебя дверей в которые тебя будут заходить и поэтому с одним поработала в течу ты этот проработал с этой стороны уже не заходят и с опытом ты обрастешь такими закрытыми дверьми часто такая как душлаг все открыты чем больше не проработаешь тем быстрее это все но для этого надо пахать прям вы не сможете не работаем что-то сделать мало сколько а что тогда у тебя самозванца дух выскочила блять все смотрите формула изменений бехарда вот это сопротивление на и в вот эта сторона уравнения она должна быть больше чем он то чаще сейчас подожди вот это destruction по моему там в общем да vision и first step первый шаг что-то такое это дискомфорт 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 сначала смотрите если тебя устраивает а среда в которой ты находишься у тебя нету сопротивление и ты не у тебя все устраивает это вот зона комфорта ты лежишь как только то то та ситуация в которой ты сейчас находишься она перестает тебя устраивать у тебя получается дискомфорт здесь если у тебя просто дискомфорт и другого ничего нету значит ты ничего не делаешь второе у тебя должно появиться видение вижу то есть ты должен видеть где ты находишь хоть хочешь находиться завтра и все и первые же сделать первый шаг на встречу своей судьбе все тогда эта формула умножается и становится вот эта статья становится больше чем это это начинаешь движение если эта часть меньше и равна то ты просто лежишь поэтому очень важно почему вот эти триггерные вещи когда вот в пробитии потолков для чего для того чтобы осознать где ты находишься чтобы выбить человек из колеи vision ему надо показать где он хочет находиться уже дальше и первый шаг это нужно там допустим там 10 риса в день или в чат написать я готова давайте деньгам давайте мне свои мои 2000 долларов все и потом начинается изменение если чего-то не хватает формула умножается на ноль все ничего не происходит это форм бахард все кто лежит они думают а чё делает там это на самом деле просто то лень то страх то в принципе не хочу туда куда хочу а может надо может не надо это же из-за этого валяются люди слишком много вопросов могу ли я могу ли я говно ли я да вот это начинается говори ты чем а смущенно хорошо как вы представляете в энергетическом плане что и энергия вообще энергии денег она как вода и и нельзя там удержать ее нельзя там и ей нужно просто на про иену можно направлять либо по течению только ты попадаешь в поток тебе в принципе работать уже не надо пока ты на берегу там на песке шкребешь тяжело но как только ты попадаешь в изобилие все оттуда нового уже желательно просто нам на парусе сидеть да и нет энергетически вы можете сколько угодно парахи делать пока вы жопу не поднимите ничего не сделать них хера не будет очень тяжело у них им очень сложно потому что у них чердак свистит они сильно неадекватны они не понимают сколько они стоят на рынке и когда уходит основатель тогда всем жопа если на там очень там должен быть прям образовательный процесс чтобы готовить богатство тебя не готовили с детства то есть с детства приучают происходит и инициацию и как управлять деньгами то есть у тебя должно быть там три языка минимум там сегодня до финансовое образование обязательно еще какой-нибудь потому что управлять компанией без финансового отчета не когда ты не умеешь те на ебут все есть четыре способа и подсчета прибыли зайти да если ты их не знаешь хрена за ты чё там поймешь она всегда будет меньше чем от настоящий вода морем да вода вода смотрите вот эти вот когда с деньгами дискомфорт дома потоп пожар это это концентрация высокой лжи в это в коллег ну дома то есть там где-то кто-то пизде не лампочки перегорают это дисбаланс в этом энергетический бывает у людей это энергия вот казахстан же затопило чем до хрена правильно деньгами управляем мы капец какие дебилы в управлении финансами пока за полстраны залила то же самое на микро уровне это ну вот в квартире поток у тебя что-то неправильно распределение денежных средств если с точки зрения энергии хотите так прямо но очень многие предприниматели они начинают прятать деньги они начинают их убирать да то есть а потому что особенно у старших людей кому 50 плюс у них нет оттождествеление что я это я и фирма это мое они поэтому начинают их выводить деньги туда в разные какие-то этот из и сами такие аскеты короче живут это на неприятие не принятие богатства поэтому они тарят прячут а вот эти дети они потом не понимают откуда деньги берутся и это очень сильно большая проблема потому что я в недавно вписал телеграм в этот в канале в инстаграме представь вот у тебя финансовая свобода появляется примерно 40 45 лет да ты уже там средний человек заработал уже квартира машина лишние деньги немножко появляются и этот период нахождения миссии и теперь те 23 года у тебя машина квартира денег немерено и тебе придется искать миссию потому что ты сожжешь иначе всю свою жизнь и как 23 года найти миссию хрен узнает я только к ней вот только увидел чуть-чуть 46 лет в 23 как ее найти вот они дуреют все это знаешь этот оша написано 40 летний период ты научился выживать на тебя еще никто не готовил к смерти 40 летний период осознание смерти поэтому и поэтому когда ты его переживаешь тесу вот мне сейчас 46 лет охота сука что-то оставить поэтому памятники начинаются блять когда это всех одинаково ну я тебе сейчас скажу за что это сколько мы на стенках оставили да на простынях было бы это еще ценно знаешь ну как бы непонятно кого там кого-то там я понимаю но может дебилов ты там вырастил я откуда знаю вопрос задачи своего масштабирования и поиска себя потому что мамаша которая не нашла себя на угробить всех весь свой выводок короче вот так 40 плюс уже можно работать до 40 можете не работать на 40 плюс когда-то освобождена уже от детей можно можно работать гуляем работы кайфуй все что делал твой муж может теперь тоже делать и ну вообще то есть ты освобождена то есть у каждого у нас у вас свои задачи разные потому что у вас рода есть у вас воспитание детей но когда тебе 40 плюс уже дети взрослые ты можешь жить то в принципе как мужчина уже ты можешь зарабатывать уже в кайф у тебя уже ты понимаешь с этими деньгами делать ты будешь зачем тебе деньги для чего они единственные охота этот другой вопрос когда весь и всю жизнь дома просидела теперь идти работать тоже влияет так себе и у каждого свои напряжение через это напряжение мужчина приходит 19 20 лет то есть заработок вот этот женщина же она всю жизнь развивается там где и любят ну то есть в дом это муж любит дети любят мама любит мужчина развивается там где всегда его вы его кто-то хочет убить он всегда развивается в ну только в желчной среде и деньги бизнеса все же такое ну ну токсичная и где ты прикинь тебя все любят в этом засиделась и теперь тебе вдруг надо выйти на улицу что там делать очень страшно я не знаю зачем самостоятельной женщине потом замуж выходить зато честно а кому этот геморройчик нужен скажет в два узла блять ну как ты и уже надо что-то обосновать чтоб тебя он содержал ему зачем только он знает это вот этого ну там сидеть дергаешь раза защите не знаете не подскажу очень плохая идея работать ради денег после 40 и очень плохая идея выходить замуж чтоб тебя содержали ну не будет на смысле любом их любят да еще объяснить почему в какой-то момент жена когда вы долго живете вместе она становится источником проблем то есть любой звонок который от жены блять что-то там случилось на ребенок заболел надо еще что-то дать денег денег не хватило надо за ипотеку заплатить надо и в какой-то момент это просто не останавливается вы не замечаете но со стороны жены только сука проблемы она проблема не стоит с любовницей тебя ничего как бы нет нету общего ничего как бы имущество нету общих детей на не надеюсь да и и тогда как бы ее просто любят там спокойно от нее проблем нету всегда что-то позитивное кому чего не спрошу а зубы болят что были делать как и давать если всегда заканчивается это там на блять нету и любите да поэтому любовница держит больше потому что ты приносишь и ты сука сидишь недовольная а ей там 100 долларов дашь она довольная сидит не слышишь дают больше туда где были больше радости нет смотрите мужчина 40 плюс это немножко состояние смерти но спасли по это чувствует чувствуешь ветер подул с другой стороны на его и вот эти эмоции радости там секс какой-то еще страсть она возвращает его в молодость и за этот минутные радости сука из флэшбеке молодости он готов за это платить платят за это от тебя только сбрежание идет куда ему деньги нести да еще раз слушай меня можно много что но если она не хочет учиться здесь делаешь она же должна хотеть еще как ты сделаешь на тебе 10 долларов сделай с собой что-нибудь она лежит что ты сделаешь ну лежат не переживай еще как тюлени не переворачиваются даже лежат много лежит после это желание должно быть и мотивация да она как сыр в масле катается в ли и нахер ничего не хочет больше и все уже устраивает конечно из и избытком сука слишком много денег давал бывает бывает и она сытая сука кошка сидит и ничего не делает ни с собой не вокруг хорошо я не знаю что-то поменялось но вы еще увидите не хер их и женишь потом они не тоже не замуж не не жениться не собирается никто молодежь им классно то что не страдайте вы их нормально живете вы молодец вы просто чуть-чуть раньше начали мы все пришли я пришла с запросом как научиться свое состояние прорабатывать чтобы выгодно разрушительная энергия отрицательная она не вылилась в какие-то психосоматик а кого-то надо разрушать себя или окружающих чем тебе зацепили то что вот такая ситуация случилась и я теперь сама вот такая какая я чувствую что она скоро начнет меня разрушать объясню мы с мужем планировать беременность ждали нас сделали кое-какие усилия приложили получилось то что от меня зависело кто муж муж я потерял беременная на кого месяца и теперь у нас дома возможно это у вас дети еще нет дети еще есть у меня сыновья мы хотели девочку мы направлено планировали девочку отправили в международную лабораторию вот это вот все пришли девочки и я делала и коп вот и все это прижилось у меня беременность получилось начала развиваться я чувствую у меня чувствует это случилось и я думаю как научиться прорабатывать что на мужа наорать накричать это только письма прощения мы сейчас еще тоже поработаем кардинальные сейчас эти устрою но что я не могу я на него смотрю на вас столько денег деньги твои что ли были ли он заработал но тебе это больше надо чем ему да и получается это твоя идея моя идея ну все что-то хотел да сейчас прям это так в загсе стоять стоят она хотела и он стоит ты хотел но конечно он них собирался даже вчера он просто любит поэтому ходил на самом деле если погрешу не хочет сейчас услышь с ним поговорим тиска что я не хочу сейчас не наговаривала на час поработаю подожди у меня на него на платье это значит папахи это папахи это разочарование ну для не надо достаивать то есть если нет один раз это значит нет не надо за ним бегать уговаривать его убеждать их будет вам прикольно всем хочу он орал тогда что ненужный мой ребенок ну вот эти вот которые вы потом разводитесь когда мужики на этот женщины и потом мужчина не не помогает с ребенком это тогда чаще всего тогда когда он не хотел чаще всего ты тогда когда он не хотел ребенка должны хотеть оба и вот это вот ой я забеременела потом это еб твою мать он должен давать и смотрите я вам просто тут вот ико кто-то делал ико без мужика и надо найти донора хрен вы где его найдете не не нет ты его так человека найди скажи дай мне свою сперму хер найдешь ты там от студентов которые жирают на пирожок он там надорчил найдешь а вот так мужика найти давай давай для себя я рожу давай давай этот хрен найдешь ты мужчины оказались настолько к этому ответственно подходят что просто офигеете к и сколько женщин я хочу для себя родить никто не дает его чтоб ли значит никто не дает мужики капец какие ответственные ты мне выдашь нет блядь иди находят а потом начнется далее проходили до дурова только он сперва покупают бабы нет письма прощения по-любому зайдешь нет еще не все сейчас посмотрим почему причина ну это вообще началось с того что он не не удаляли два раз мужчина как давно амиома когда началась до развода что он с тобой там делал ты так обиделась бил пил чем дел гулял ты терпела на терпелось или что я терпела потом развелась и из-за того что у меня еще стрессовая работа была работа была я нашла работу о которой мечтала она была стрессовая вот я носил воли и живу последние 10 лет в прошлом году я уволилась потому что я понимаю что надо вот так уже нельзя сейчас я хочу найти новую работу я знаю где ее найти как у меня нет сил вот что-то сделать тебе сколько лет? все четыре хорошо хорошо сейчас поработаем посмотрим давай да ты с чем пришел? мужика послушаю вы брат с сестрой или муж с женой? кто вы? мы? мы это мы раньше все работали а то так друг друга с тебя как будто это не пойму я кто вы блядь сидят блядь назят друг другу то весь вечер я с кем пришел? первая работа заработал уволился то что заработал отдал жене вторая работа второй бизнес вместе с женой запустил полностью управление отдал жене ушел в найм с найма уволился куча идей много чего запустил везде есть потенциал есть видение но я сижу и ничего не делал а жена с этим бизнесом что делает? а там что? жена отправляется по сути сейчас да жена зарабатывает больше меня с учетом того что я все не ердал они всегда так делают? вот да и за это время за последние несколько лет да еще что я ушел в найм у меня были такие ценности ну я создал поставил колесо отдал жене и вообще не парил и вообще деньги особо не считая но когда ушел в найм зарплата была хорошая все ок но в совокупности я зарабатывал меньше меньше потому что семейный визит больше приносил а ты понимаешь что она думает что она тебя кормит? как? ты знаешь что она думает что она тебя содержит? она думает что она тебя содержит например я вот активы то что в первой работе сделал и ушел они что-то покрывают сироты детей там частные садки это не считается? уже не считается а мне обидно это же я в любом я еще когда косячил такой раз у меня к 3 такой одну запутал дать тебе подарок конечно а он сам конечно такой ну ты знаешь это же мой круг не считается ну и ладно все с этим прошел такой живу и уже вот весь 24 год у меня есть такие видения есть могу больше не отдавай но я просто ты потому что не да ты не удовлетворен потому что ты сделал запустил никто не хвалит ничего не это тебе только чмырит поэтому неохота дальше делать и непонятно ради чего чтобы дальше чмырили или что ну а сейчас то у меня уже где-то с женой за это время успел развестись я обратно сейчас помирился ты развелся да он уже развелся и я обратно в процессе дети есть короче короче сейчас она развелась все осталось на ней и опять сошлись это с голл жопу она с тремя бизнесами ну я все отдал частично что нам не дописано есть хорошо а я на салат я чтежи как же все и эту машину уже продал бизнес запустил но нету ресурсов чтобы его толкать у меня бывает там раз в неделю раз в две недели это как продуктивность один день сел и только задачу поставил ребятам отдал а потом недели нет это то удовлетворение нету что ты себе купил тогда ладно давай так например два года назад я купил себе дорогую красивую машину но радовался всего два часа а себе что купил машину нет себе что купил себе эта машина ты взял повыебываться для семьи там еще что-нибудь для себя что купил ну где же нравилось тебе я не знаю что купил по этим летом себе я только пару поездок там тебе сколько лет? 35 хорошо сохранился да еще ну вот скажем 25 когда было квартира машина первый бизнес было оп но у меня договорской я хочу быть лучше а сейчас что-то ничего нет пока сижу там остатки запасы пускались но я не думаю что до конца года запасы вот это знаете когда так я не знаю насколько это правда может быть нет но моя иллюзия такая что это ты обманул своего внутреннего ребенка несколько раз подряд ты говорил будут деньги купим вот этот ты его кинул потом в следующий раз вот это сейчас заработаю вот это еще будет и ты его опять кинул в какой-то момент он просто устал чего ты там хотел чего ты себе не мог не купил или не позволил что ты что-то не исполнил подумай я вообще нет никакого контакта с чем с внутренним ребенком видишь ты только головой думаешь душой не думаешь еще раз подумай что ты ему обещал что ты ему еще ну как обещал и не сделал а я ему собственно обещал что я стану богатым и и когда стал что сделал станешь богатым что потом сделаешь я например всю жизнь обещал что я буду круче чем свой отец ну и потом стал да был какой-то момент в котором я стал и после этого именно по сути и началось что ты ребенку своему обещал маленькому и не выполнил еще раз и я ему обещал я не знаю что покинешь нет 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 материальное что-то обещал вспоминай вспоминай это же этот ключ надо потом поковыряйся посиди сам потом вы с чем пришла сколько лет себя ищем ты не соблюдаешь королева и что хочешь это исправить или что конечно зачем через королеву что надо сделать я не знаю я не знаю где тоже у меня тоже на работе что чуть-чуть есть конфликтная ситуация бывает особенно с мужчинами с мужчинами а что он тебе сделал просто доводит и все по работе где-то где-то и в полчаса ко мне заходит допрашивает выпрашивает ну так твое внимание хочет или что до чего потом что с этим делать потом ему какой смысл для этого чем смысл да может я его товарищу тоже и как бы взаимно ты замужем сама нет? нет разведена в полу 12 и тоже замуж хочешь или не надо? я замуж что вы такие прям все замуж хочу 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 у меня есть отношения ну что прям сказать я прям горю ну может быть получилось бы хорошо 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 тебя давай услышим ну вот как я для этого сказал увлеченность целенаправленно что сильно тихо 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 азарта нет тихо растяна это тоже воинертность сомнения все берутся самооценка хорошо давай так если честно я тебя не могу пока считать не понимаю я сам сдайся боль какая основная вот самореализация кто тебе крылышки так подрезал ты сам мама папа кто жена начальник кто подрезал ты тогда что оправдание не оправдываешь зарабатываешь не зарабатываешь что делаешь на госслужбе моё работа маленький на два а сколько ты там уже работаешь два года зачем что ты там ждешь портфель большой или что ждешь смотри я и не знаю что ты денег хочешь или что ты хочешь ты зачем туда пошел на госслужбу президентом хочешь стать что хочешь министром хочешь стать что ты там ждешь ну кем ну это же должность прям название же есть докуда хочешь дойти министр прям хочешь ради этого же надо будет потерпеть лет 20 нет женаты ты она них чуть-чуть только же не объяснять потом лучше у меня по образованию у меня получается экономическое образование сейчас больше работаю в юридической сфере ну вот хотелось бы вот как бы больше по профессии но практическое время именно заняться правильной бизнесом бизнесом а зачем ты на госслужбе тогда сидишь если ты бизнес хочешь ну там же маленькая стабильность в нашей стране кажется не стабильно нет но этот видите на госслужбе все равно ограничены есть пороги да то есть за дохода и если ты хочешь за порог выпрыгнуть это только в бизнес или еще куда-то или там или будешь вертеться как уж на сковородке у этих не пойму тебя пока подожди